ПАНОРАМА ТРИСТА ШЕСТЬДЕЦ ПАНОРАМА ТРИСТА ШЕСТЬДЕЦ ПАНОРАМА ТРИСТА ШЕСТЬДЕЦ ПАНОРАМА ТРИСТА ШЕСТЬДЕЦ Приветствую! Это дело стало самым необъяснимым за всю историю Панорама 360. Поэтому было принято решение позвать вас. Вы уникальные люди. Во-первых, потому что воспользовались промокодом Панорамыч. На скидку 10% на входные билеты. А во-вторых, если верить анкетам, что вы прислали о себе, вы очень крутые специалисты. Но давайте вы лично о себе расскажете. Имя моё огромная тайна. Спустился я с высоких холмов. Ого! Ты живёшь на Алтае? Нет. Моя квартира на 13 этаже. Я оттуда сейчас обычно работаю. Ну тогда ты не спустился, а поднялся. Мы вообще-то на 89 этаже. Не спорь с шаманом, без меня вы тут не справитесь. Так, хорошо. А что нам расскажет о себе милая дама? Не такая уж и милая. Я экстрасенс. Могу видеть прошлое и будущее. А с настоящими, я так понимаю, есть проблемы. Что? Ну ты говорила, что видишь прошлое и будущее, а про настоящее молчишь. Ну ты и хам. Я тебе устрою. Так, ещё один вопрос. Ты сказала, что ты экстрасенс. Может ты ведьма? Я его сейчас жабой сделаю. Я не хотел обидеть. Могу называть просто Баб Яга. А ты сам-то кто такой? Ты маг? Колдун? Или кто вообще? Я медитирую по 6 часов в день. А так я сантехник, Лёха. Так, у нас мало времени. Пока следы преступника не исчезли. Вам нужно провести расследование. Удачи. Она вам пригодится. Спасибо. Тогда приступаем. Молодец. Этого не может быть. Первый раз за столько времени получилось. Так, спокойно. Это Панорамыч. Шаман. А ты чего так испугался? Ну я, если честно сказать, и никакой не волшебник, и не шаман. Я просто люблю смотреть своего любимого Гарри Поттера. Вот так. Так, ясно. Вся надежда на ведьму. Панорамыч, ты поможешь нам тоже с расследованием? Так, значит, надежда на меня? Ну, мне, чтобы гадать, нужен хотя бы древний магический камень. Камень? Так вот, держи. Ну, мне еще нужны волшебные бобы. Держи. Ну, у меня сейчас что-то голова не работает. Я еще с утра не поела. Мороженое-то все украли. Сами понимаете. У меня как раз последнее. Ладно. Духи, подайте нам знак, кто здесь воришка. Будь здоров. Как же подать знак? Честно говоря, я даже не знаю, как это сделать. Ты же экстрасенс в каком-то там поколении. Ну, вообще-то я не экстрасенс. Это мой ник в Телеграме. А так я блогер. Хочешь, запишу с тобой сторис? Так, понятно. Экспертов у нас нет. Что же делать? Может, это дело можно решить обычными методами? Это как? Ну, мыслить как преступник. Думаешь, это так легко? По твоей логике, преступник это тот, кто очень сильно любит мороженое и не может без него жить. О, это нам нужно. Я так понимаю, это в отсказке. Но что они значат? О, смотрите. Классификация воришек и как можно их определить? Так, нам нужно понять, как определить тип грабителя. Это будет важная улика. Так, в книге есть четыре вида. Ниндзя, грабители, шпионы и какой-то белый медведь. Какое-то знакомое лицо. Мишка, ты что? Ты что, нашел какие-то улики? Ты молодец! Все для сыщиков. Кому могло в голову прийти это выкинуть? Кому-кому. Нашему преступнику, конечно. А ты, Панорамыч, молодец, что нашел коробку. Давайте посмотрим, что там внутри. О, блокнот с уликами. А, нет, простой блокнот. Нет, ты что, фильмы не смотрел? У каждого преступника есть свой знак. И тут знак ниндзя. Если мы найдем такой знак на панораме, то это значит, что здесь точно был клан ниндзя. Мне кажется, я что-то такое видел на стенах. Так, судя по этим уликам, у нас были на панораме пришельцы, пещерные люди, дети, пираты, мумии. А ниндзя не было. О, тут даже есть фотографии, как в панораме съесть мороженое. Ну и что теперь делать? Получается, виноват кто-то другой? А если наш преступник спецагент? О, а это можно проверить. И как? Может не надо? Это все-таки спецагенты. Надо, надо. Спецагента можно вычислить по черным очкам. Так что смотрите внимательнее. Да как же так? Как мы могли его упустить? Он же только что был здесь. Ой, а что это там за провода такие подозрительные? Пойдемте посмотрим. Что это такое? И что нам с этим делать? Вы предположили, что ваш подозреваемый это спецагент. Мы даем вам возможность узнать, так ли это. Для этого вам нужно подключить прослушку к электричеству. У вас есть три удлинителя, но они очень сильно запутались. Цель вашего мини-челленджа распутать их и подслушать телефонный разговор спецагента. За дело! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну все, давайте проверять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все же подключено, почему не работает? Может стоит пойти домой? Видимо мы проиграли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Панорамыч, ты что? Нашел причину, почему все не работает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло! Пришел я на панораму отдохнуть от этих своих спецзаданий. Мало того, что здесь все мороженое украли, на меня еще какие-то типы напали просто так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит мы ошибались? И что же нам теперь делать? Давайте посмотрим видео с камер наблюдения. Точно, как же мы сразу до этого не додумались А вот и записи с камер Привет, привет, я вас тут заждался Ну вот, а это что, новое испытание? Одна из древних паранормальных загадок У поля есть 4 грани с 4 секциями, где лежат 6 пустых пачек мороженого с каждой стороны В центре находятся еще 2 секции, где лежат 4 пустых пачки мороженого Цель участников перемешать по игровому полю пустые пачки таким образом, чтобы на каждой грани по периметру сумма фантиков оставалась неизменной, а центр остался пустым Так, давайте решим загадку Я не понимаю, как их тут перемещать? А если все уместить в один бок? Нет, нет, тогда сумма нарушится Но ведь должен быть способ, давайте посчитаем Да что тут считать-то? Справа и слева по 6 фантиков, сверху и снизу тоже, а в середине 4 А если мы по одному фантику добавим в каждую грань, то их будет 7 Ребята, мне приснилось, как это все решить Если мы уберем по одному фантику с каждого угла вправо, то сумма на всех гранях будет уже не 6, а 5 Смотрите Я понял, это значит, что можно на каждую грань добавить фантик из центра и сумма снова будет 6 Поздравляю, вы прошли испытание Давайте все посмотрим Что? Он заблокирован! Только, чтобы войти в систему, нужно найти тайный пароль Он записан где-то на панорама 360 А найти его можно только с помощью ультрафиолета Понятно, пойдем искать А ты, панорамочек, охраняй телефон и панорама-бота О, ультрафиолетовая лампа Ну что, есть хоть что-то? Нет, ничего Дай я теперь попробую Ой, какая футболка! Думай, под другим углом Ну, видимо, пароль 1, 2, 3, 4 Какой ты внимательный! Побежали скорее вводить Панорама-бот, ну что же ты не работаешь? Он окончательно сломан Как и телефон! Экран разбит! Хоть экран и разбит, но может он работает Все, вводи пароль 1, 2, 3, 4 Вожу Панорамочка! Так вот почему панорамыч себя так странно вел Он просто хотел защитить свою возлюбленную Поздравляю вас, дорогие участники Вы нашли виновницу, из-за которой со смотровой площадки пропало все мороженое Вы только посмотрите на них Вон наши медведи доедают мороженое и целуются Ну разве можно на них злиться? Вот это любовь! Какая теперь разница, кто украл мороженое? Действительно, любовь это самое важное Поэтому ставьте сердечко под наше видео Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал И приходите к нам в гости Используя промокод Панорамыч На скидку 10% на входные билеты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok